Здравствуйте, дорогие зрители! Мир вам и Божие благословения! 7 апреля Святая Церковь празднует праздник, 20-й, Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение – это значит благая весть, которая пришла к людям о том, что они будут спасены. Вообще, все человечество, начиная от времен Адама и Евы, оно находилось в тягостном ожидании избавления от беды, потому что Адам и Ева потеряли рай. Они горько плакали от того, что нет больше возможности вернуться к такой сладости жизни, к общению с Богом. А приходится жить в мире, который производит печаль, скорбь, сорняки, когда солнце уже не ласкает, а жжет, когда вода не просто очищает, а топит. В общем, мир, в котором оказались люди, был очень сильно поврежден. И Господь обещал, что несмотря на этот тяжкий грех, несмотря на вот ту беду, в которую попали люди, из-за своей гордыни, из-за своей самости, из-за желания пожить без Бога и попробовать свои силы, вот несмотря на все это, Господь не лишил милости людей. Он сказал, да, Адам, ты попал в беду, но я приду и тебя спасу. В третьей книге Бытия, в 15 стихе, есть такие пророческие слова. Семя жены сотрет главу змея. То есть вот как раз еще, когда Адам только услышал грозный приговор, только в полной мере узнал, в какую беду он попал, он тут же и слышит слова утешения, слова обетования, что семя жены сотрет главу змеи. Вот как раз семя жены, это речь идет о непорочном зачатии, о том, что будет такая жена, такая женщина, такая дева причистая, которая послужит великой тайне Бога воплощения. И змей, которым здесь именуется дьявол, будет изничтожен. Когда змея несет опасность человеку, то эту змею поражают в голову, чтобы она тут же была изничтожена и не ужалила никого, и не отравила своим ядом. То есть это удар, который убивает змею и защищает человека от неминуемой смерти. Вот поэтому и здесь используется такое образное сравнение. Семя жены сотрет голову змеи. Вот если мы поразмыслим над этим изречением и перенесем его уже через многие столетия, вот к этому дню, когда святая Дева Мария уже на земле жила, то есть ее тело уже соткалось среди множества потомков Адама, и в мире появилась удивительная святая девочка, которая прекрасно знала Священное Писание и, читая строки об этих пророчествах, она мечтала быть служанкой у той великой Девы, которая послужит великой тайне спасения человечества, всего человечества. И вот это чудо произошло, и святая Дева Мария сподобилась лицезреть посланника небес, архангела Гавриила, который явился ей и сказал, Мария, тебя Господь избрал, согласна ли ты послужить великой тайне спасения? Она сказала, я раба Божия, пусть будет по слову твоему. То есть она смирилась, покорилась в воле Божией. И сказано, Дух Святой нашел на нее, и сила Вышнего осенила ее. И вот это событие, сошествие Святого Духа на Деву Марию, который изучал внутри нее Божественного Сына и вспоминает Святая Церковь. Это так важно, что это событие изображается всегда на самом видном месте в любом православном храме. Если мы посмотрим на царские врата, то мы увидим, что на царских вратах изображает Святая Дева, и рядом с ней архангел Гавриил, который приносит ей райскую ветвь с горнего мира. Вот это чудо, это чудо пришествия в мир Спасителя. Уже пришествие, потому что Он уже на земле. Он уже среди нас. Но пока Он сокрыт плотью Своей Матери Девы. И 9 месяцев Он будет находиться под сердцем Святой Девы. И она будет молиться, и она будет радоваться и думать о судьбах всего мира. Ибо и ей Господь уготовил особое призвание и особую миссию. Поэтому для нас этот праздник очень важен. Начинается исполнение обетования, начинается спасение всего человечества. И если бы Дева Мария не показала свое смирение, если бы она не показала свою любовь, то и спасение было бы невозможно. Господь всегда считается с волей человека. И человек воистину становится святым и великим тогда, когда с большим желанием, удовольствием исполняет волю своего Бога. В этом и заключается рецепт счастья. И каждый человек, который исполняет не свою волю, а волю Божию, он становится блаженным, радостным, достаточным, жизнь становится полной и счастливой. И вот Святая Дева Мария, она сподобилась такой милости, такой радости, которая просто неизреченная. И мы воспеваем и прославляем Святую Богородицу, потому что через нее приходит в мир спасения. Церковь в этот день всегда облачается в голубые одежды, потому что это цвет Пресвятой Богородицы. Мы поем величание, прославляем Святую Деву. Этот праздник всегда бывает весной, как вот от мертвенного сна земля просыпается, покрытая саваном, снежным покрывалом. Этот саван сходит, просыпаются цветочки, земля становится радостной, зеленой, благоуханной, и на ней начинается новая жизнь. Она будет приносить плоды, и этими плодами будет радовать людей. Вот так и в духовном понимании вот эта духовная весна наступает, потому что благовещение всегда бывает накануне Пасхи Христовой, когда бывает пробуждение уже не от какой-то образной там метафора смерти сна, а реально от мертвенного сна пробудился Христос и дает нам всем возможность вот вкусить эту новую жизнь. Мы говорим жизнь паки бытия, то есть новая жизнь, которая сопряжена со святостью, с такой жизнью, когда не будет ни тления, ни болезни, когда будет Господь и будет радость во всем. Вот Святая Богородица, она и послужила воплощению этого великого дела. Здравствуйте! 11 апреля церковь вспоминает воскрешение праведного Лазаря, и этот день носит еще название Лазаревой субботы. Лазарь Четверодневный, как именуют его церковные песнопения, это гостеприимный житель Вифании, предместия и Иерусалима, брат Марфы и Марии, неоднократно упоминаемых в Святом Евангелии, в доме которого не раз Иисус Христос и его апостолы находили теплый прием. Спаситель называл Лазаря своим другом и непритворно оплакивал его смерть, тем самым скорбя над смертностью всего человечества. И возвращение Лазаря к жизни на глазах у множества народа было уверением учеников в могуществе и власти Спасителя над жизнью и смертью, прообразом грядущего воскресения самого Иисуса, а в конце времен и всех когда-либо живших по лицу земли. 12 апреля в церковном календаре носит название «Вербного воскресенья» или по-другому «Вход Господень в Иерусалим». В богослужебных песнопениях два эти события – воскрешение Лазаря и вербное воскресенье – воспринимаются почти как единое торжество, настолько близки они по смыслу и значению. Жители Иерусалима встречают Христа Спасителя очень торжественно, с песнями и восклицаниями, устилая перед ним дорогу, свежими пальмовыми ветвями и одеждами. Отчасти эта радость и такой теплый, торжественный прием вызван живой памятью о воскрешении Лазаря и о множестве иных совершенных Христом чудес. Отчасти потому, что жители Иерусалима, как и вся Иудея, в то время находились под владычеством римлян. И уже долгие годы они ждали царя Иудейского, то есть национального лидера и вождя, который возглавит восстание избранного народа, поможет свергнуть иго завоевателей и даровать им долгожданную свободу. Символично, что Христос с первых же минут своего торжественного шествия разрушает эти мифические народные чаяния, как несоответствующие истинным его намерениям. Он вступает в город с желанием мира, а не войны, въезжает верхом на осле, символе мирного земледелия и животноводства, в противоположность завоевателям, полководцам или царям, которые въезжали в завоеванные города верхом на коне или же на колесницах. Христос – Мессия, победитель смерти, а не политический вождь. Проводник от земной юдоли к небесной вечности, а не служитель нашим земным, злободневным желаниям или чаяниям. И вспоминая, празднуя, торжествуя вход Господний в Иерусалим, всем нам следует помнить, что не стоит приспосабливать, прилаживать учение Христова к нашим собственным стремлениям и ожиданиям, а следует видеть в Христе Спасителе, Божественного Учителя, и пример всем нам для подражания и уподобления. Здравствуйте, дорогие зрители! К нам вопрос поступил. Сын выплюнул причастие, ему четыре года. Что делать? Считается ли это грехом? Как быть в дальнейшем? Причащать ли его? Я уже боюсь. Но вот в этом вопросе как бы не говорится о том, а что сделает с этим причастием, которое выплюнули. То есть это очень важно. Вот если вдруг такое недоразумение произошло, то нужно обязательно взять чистый плат, и все, что младенец неразумно и выплюнул, все это нужно собрать, и отнести в церковь, и отдать священнику. Или диакону. И здесь мы знаем, что делать. А вот вопрос страх матери, как в будущем причащать ребенка или нет, и считается ли это грехом, как быть в дальнейшем, конечно, это вопросы, они актуальны. Вы знаете, случайностей не бывает. Случайностей не бывает. Поэтому все, что случается в жизни человека, то происходит от того, что человек проявляет свою волю и либо бывает осведомлен, либо неосведомлен, то есть по невежеству может это происходить, может происходить по неразумию или болезни. Поэтому надо смотреть, прежде всего, на здоровье младенца, то есть здоров ли этот младенец, прежде всего психически здоров ли он, и уже из этого строить дальнейшую организацию участия в священных действиях. То есть для того, чтобы причастить младенца, нужно выполнить ряд условий, которые являются необходимыми. И я думаю, что вот мама, ну, скорее всего, по невежеству, ну, по незнанию, она пренебрегла этими нормами. Дело в том, что святое причастие преподается человеку добровольно. И даже если этот младенец, он неразумный, он маленький, он на момент причастия должен быть в спокойном состоянии. Он должен довериться своей матери или своему восприемнику, или тому человеку, который подносит его к святой чаше. Потому что я думаю, младенец, он мог, если он маленький, он мог находиться только на руках. И вот здесь, если ребенок не в себе, если он возмущен, расстроен, кричит, тем более вдруг он не желает, чтобы над ним совершали какое-то вот это действие священное, ни в коем случае нельзя ребенка приносить к чаше. И вполне вероятно, что вот здесь был просто протест ребенка. Он просто как мог, и его физически фактически скрутили, поднесли, и он ничего не мог, беззащитно, он не может справиться физически со своими родителями. И единственное, что он может сделать, что в его маленьких силах, это как бы отомстить родителям за то насилие, которое над ним совершено, это выплюнуть. Поэтому здесь грех родителей, однозначно. Но изначально я, конечно, сказал о здоровье этого младенца. То есть, если это ребенок адекватный, если он вполне нормальный, то вот здесь, скорее всего, такое и было. Потому что, имея многолетнюю практику, могу сказать, что ребенок, который уже знаком с духовным миром, который знаком с обрядами церкви, он ждет, он очень радуется святому причастию. И родители, они, наоборот, пытаются на этом и строить воспитание младенца. То есть, если он хорошо себя ведет, если он слушается маму и папу, если он не обижает сестренку и братик, если он помогает, то ему как награда за добрую жизнь разрешается великая честь сегодня причаститься. А если он ведет себя как бесенок, если он дерзит, если он разбрасывает игрушки, бьет маму, бьет сестренку, без спроса берет вещи, он не достоин святого причастия. Понимаете? То есть, если в семье ведется такая работа, если культивируются высокие нормы нравственности в семье, и причем это делается не искусственно, а естественно, когда мама с папой говорят о том, как сделать это лучше, как добрее, и ребенок это слышит. Ведь ребенок это будет воспринимать как истину. Он будет видеть личный пример благочестия матери и отца. Например, каждое утро он видит, что мама и папа берут святую просфорочку, эту просфорочку с великим благоговением, принимают утром натощак и молятся. А ребенку говорят, если ты вот будешь себя хорошо вести, то тогда и мы тебе дадим эту святую просфорочку. И ребеночек, конечно, с радостью хочет быть, как мама и папа принимают эту святыню. Но понятно, что просфора это лишь только небольшая святыня. А если это будет святое причастие, тут уже особое приготовление. И мама и папа уже и одевают праздничную одежду, одевают белую рубашечку, одевают какую-то нарядную кофточку. Они с особым чувством настроения идут в храм. То есть культивируется поход в храм. И ребенок опять все это видит. Это целая система воспитания. А строится она на естественной, благочестивой жизни каждой верующей семьи. Поэтому здесь вот этот вопрос, он сразу открывает сразу целый пласт других вопросов, которые прежде всего надо задать родителям. То есть почему вы не научили ребенка благоговейно относиться к святыне дома? Если бы ребенок имел дома практику употребления святой воды, святой просфоры, помазания святым елеем, целования святых икон, испрашивания благословения мамочки и папочки на сон грядущий, то тогда этот ребенок бы и естественно воспринял всю ту церковную традицию, которая имеет колоссальный педагогический эффект. Поэтому вот я бы сказал, что прежде всего маме нужно и папе нужно прежде всего организовать свою святую жизнь, а ребеночек, он постепенно втянется в это. Единственное, еще могу посоветовать, если уже ребенок в результате вот этого потрясения получил стресс, то здесь уже надо быть очень осторожным, потому что своим вот этим форсированным желанием приобщить ребенка святости вы можете его просто оттолкнуть. Поэтому здесь нужно быть мудрым и осторожным. И лучше постепенно начать ходить в храм, постепенно ту же святую водичку пить, чтобы потом подойти к святому причастию, предварительно посмотрев, как это делают святые другие дети. Он не будет бояться. 27 июля городское старое кладбище, расположенное на улице Карла Маркса, отметит свое 145-летие. Его еще называют Воскресенским некрополем. Перед главными северными воротами вот уже 108 лет стоит необыкновенный по своей красоте храм Воскресения Христова. Это единственный православный храм Симбирско-Ульяновска, сохранившийся в первозданном виде, в котором не прекращались богослужения. Он был построен по проекту городского архитектора Федора Осиповича Левчака. К слову сказать, это был его единственный проект культового учреждения, выполненный в русско-византийском стиле, не характерном для Симбирска. При сравнительно небольших размерах церковь стройная и изящна. Алтарь храма смотрит на восток, а главный вход находится с западной стороны. С южной стороны главный храм соединяется с квадратным помещением крестильни. По архитектурно-художественным особенностям церковь напоминает те храмы Древней Руси, которые были выстроены по византийскому образцу. Согласно архивным документам, строительство храма началось в 1906 году. В августе 1910 года на купол Воскресенской церкви водрузили крест, а осенью местный иконописец Бурев расписал стены. В настоящее время кладбищенский храм единственный в городе сохранил дореволюционные росписи. Освящение церкви состоялось в 1911 году. Симбирские епархиальные ведомости тогда писали. 22 мая преосвященнейший епископ Вениамин совершил освящение кладбищенской церкви города Симбирска. Храм построен в византийском стиле и является одним из благоукрашенных городских храмов. Необычное оформление царских ворот Воскресенской церкви. Это центральный из трех врат, отделяющий алтарь от других частей храма. Именно в алтаре читается большая часть молитвы, и они сокрыты от слуха прихожан. Царские врата венчает резной четырехконечный крест с надетым на него терновым венцом. Эти символы страстей христовых невольно напоминают нам о трагических судьбах тех, кто служил в нем в первые десятилетия советской власти. Были осуждены и расстреляны первый настоятель храма отец Иоанн Апраксин, и сменивший его в 1916 году отец Иоанн Сергеевский. Также был расстрелян вместе со всем церковным причтем, с церковным старостой и регентом хора, служивший в Воскресенской церкви, обновленческий архиепископ Ульяновский Иоанн Никольский. В годы репрессий саму Воскресенскую церковь неоднократно пытались закрыть. 2 августа 1941 года в праздник святого Ильи пророком храм все-таки был закрыт. 13 августа горисполком создал ликвидационную комиссию, чтобы в пятидневный срок описать все имущество, передать здание коммунхозу и сдать его в аренду под засыпку хлеба Ульяновскому за год пункту, за год зерно. Но уже осенью в храме снова зазвучали молитвенные песнопения. Это сквернение храма спасла эвакуация в Ульяновск. Осенью 1941 года Московской патриархии во главе с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом московским и Коломенским Сергием Строгородским. А 26 октября именно в Воскресенском храме митрополит Сергий отслужил свою первую службу на Ульяновской земле. Московская патриархия находилась в Ульяновске до сентября 1943 года. Советские власти на храм более не покушались. Много для церкви сделал протеерий Борис Крыжин. Его перевели в Воскресенскую церковь на Старом городском кладбище в 1981 году. Его неутомимая натура помогла преобразить запущенный храм. Обновили росписи на стенах, построили новый предел, полностью отреставрировали храм, позже изготовили, осветили и установили на куполе новый крест. В 2000 году благодаря инициативе главы администрации области Юрия Фроловича Горячего территория кладбища стала благоустраиваться. Тогда же отремонтировали церковь, выкрасили стены и купола храма, водрузили новый, сияющий на солнце крест. К сожалению, на сегодня стены храма ветшают, снова необходим ремонт. Последний ремонт был 20 лет назад и лепнина, которую делали, а под воздействием внешней среды начинает уже осыпаться, облетаться. То есть это, соответственно, достаточно такие средства, которые приход не может найти. Вот ходим на заседание в мэрию, держим руку на пульсе, вдруг найдутся такие добрые люди, которые помогут сохранить облик храма. Напомню, что не так давно приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 февраля 2016 года Церковь Воскресения была включена в Единый Государственный Реестр в качестве объекта культурного наследия федерального значения. Внутри храм постоянно обновляется, так за последние два года был заново покрыт позолотой иконостас. Храм богат иконами. Этот образ Божьей Матери, бережно сохраняющийся в церкви, которому более ста лет, свидетелем многих драматических и радостных событий в жизни нашего края. И таких икон в храме большинство. По словам настоятеля храма протоиерея Олега Шмалько, они все имеют огромную историческую ценность. Представляете, да, в нашей области сколько было храмов, да? И когда их разрушали, куда несли люди эти храмовые иконы? В оставшиеся храмы. И поэтому у нас, видите, много киотов. Это вот в основном те самые иконы, которые из других храмов принесли, вот эти новые киоты стоят, потому что их надо было сохранить. Вот и мы вот таким образом здесь, то есть еще до мои предшественники, до меня, там в течение того времени сохраняли эти иконы. Сейчас по мере возможности вот делаются киоты, выставляются вешаем опять. Либо по благословению правящего архиерея в новые храмы передаем, то есть, как он скажет, в строящийся храм. Жизнь в храме идет своим чередом. С приходом нового настоятеля, отца Олега, церковные службы стали проходить чаще. Также был увеличен состав хора, введено новшество, при храме появилась детская воскресная школа. Я так думаю в дальнейшем деток привлекать к праздничным богослужениям, чтобы они детским хором исполняли какие-то песнопения. То есть, в общем-то, это очень, я считаю, полезно для прихода, для вообще, внутренней жизни прихода. Это развивает приход, это будущее прихожане, это дети, которые как минимум плохому не научатся, которые будут знать службу, будут знать традиции, культуру собственного народа, собственной веры. По словам настоятеля, у храма есть будущее, а значит, Херувимы и Серафимы будут смотреть со стен церкви на новое поколение прихожан и через 50, 100, а может и больше лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok